День народного единства. Надо этот день отмечать, потому что это день, когда мы действительно, благодаря единству наших предков, 300 лет назад, отстояли независимость от кого? От поляков, от Европы. А сегодня что происходит? Сегодня Польша, Литва, Латвия, Чехия объединяются, воссоздают большой такой союз малых стран Восточной Европы. Против кого? Против нас, России, понимаете? Что 300 лет назад наши предки уже бились с ними. И с немцами, и с поляками, и с венграми, и с финнами. Вот сегодня опять Варшава пытается объединить несколько стран против России. Пандемию ковид мы побороли уже практически. Если бы не катались по заграницам в той же Турции и меньше бы шлялись по барам, по ресторанам, сегодня бы были самые здоровые. Но если мы сняли преждевременно карантин, я еще хотел в прессу дать информацию, что преждевременно снимаете. Но ведь люди недовольны карантином. Скажут, вот Зеленовский хочет, чтобы мы сидели на карантине. Ну, лежите на кровати. Сколько людей уже умирает. Морги переполнены. Не буду называть города и области. Поэтому надо соблюдать карантин. И пугать никого не надо. Франция справится. Ну, он не прав. Я уже говорил. Он не прав. И сейчас, по-моему, издали распоряжение уже. Распоряжение издали. Вот. Минздрав разослал врачам указания согласовывать любые комментарии в СМИ о ковид-19. Никаких разговоров, что маски не помогают, там перчатки не надо, лекарства не помогают. Это люди больные тщеславием. Им хочется, чтобы о них говорили. Распоряжение издали. Вот. Минздрав разослал врачам указания согласовывать любые комментарии в СМИ о ковид-19. Никаких разговоров, что маски не помогают, там перчатки не надо, лекарства не помогают. Это люди больные тщеславием. Им хочется, чтобы о них говорили. А у нас в России Минздрав запретил давать комментарии про пандемию этого коронавируса. Все. И выполнять давайте. Вот карантин ввели. Давайте выполнять. Не надо брать пример. А вот там можно, а у нас нельзя. Да, у нас нельзя. А там можно. У кого-то колым дают за невесту, а у нас преданное дают.